Продолжаю работать с той же базой. База IMDB. В базе есть переменная Metascore Rating Critics. Я уже использовал ее в качестве X в линейной регрессионной модели. Но почему бы не рассмотреть эту переменную в качестве зависимой переменной, в качестве целевой переменной? Почему бы не попробовать математически объяснить наличие рейтинга критиков у некоторых фильмов и отсутствие такого рейтинга у большинства фильмов? Перекодирую переменную Metascore в новую переменную с двумя значениями 0. Нет рейтинга, один есть рейтинг. Поскольку речь идет об изменении существующей переменной, то требуется опция Transform. Recruit into Different Variables. Рейтинг критиков. Новая переменная. Metascore. Назову ее Metascore 2, потому что в ней два значения. Миссинг превращается в 0. Все другие значения превращаются в единицу. После создания переменной записываю расшифровки кодов. Это бинарная переменная, поэтому считается не вполне корректным вставлять ее в качестве Y в обычную линейную регрессионную модель. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный. И в последнем видео из цикла, посвященного логистической регрессии, я изложу свои мысли. Но конвенциональным считается для категориальных целевых переменных, то есть номинальных, порядковых, применять не линейную регрессию, а логистическую регрессию. Напомню, что если предполагается вставить в регрессионную модель категориальный X, то его следует дихотомизировать и вставить в модель эффективные переменные, полученные из категориального X. А если категориальный Y, то конвенциональным считается применение не обычной линейной регрессии, а логистической регрессии. Что такое логистическая регрессия? Это почти то же самое, что обычная линейная регрессия с некоторыми особенностями. Первая главная особенность состоит в том, что в логистической регрессии значения зависимой переменной моделируются не непосредственно. Их моделирование опосредовано таким математическим конструктом, который называется логит. Что такое логит? Для каждого значения X предполагается некоторая вероятность того, что у фильма есть рейтинг, и противоположная вероятность, что у фильма нет рейтинга. Если разделить вероятность единичного значения на вероятность нулевого значения, получится число от нуля до плюс бесконечности. Например, если вероятность наличия рейтинга у фильма очень маленькая, то, во-первых, вероятность отсутствия рейтинга у фильма очень большая, очень маленькое число, делим на очень большое число, получаем число близкое к нулю. Наоборот, если для какого-то другого значения X вероятность наличия рейтинга у фильма высокая, близко к единице, то, во-первых, вероятность отсутствия рейтинга у фильма очень маленькая. И, во-вторых, при делении очень большого числа на очень маленькое число, мы получаем число близкой к бесконечности. Стало быть, отношение вероятностей дает некую переменную, изменяющуюся в диапазоне от нуля до плюс бесконечности. Как перевести эту переменную в масштаб от минус бесконечности до плюс бесконечности, чтобы было удобнее моделировать такую переменную посредством обычного уравнения линейной регрессии? Надо взять логарифм от отношения вероятностей. Логарифм отношения вероятностей есть логик. Обычно берут логарифм по основанию E, то есть натуральный логарифм. Слева я отразил отношения вероятностей. Пусть P — это вероятность единичного исхода. Единица минус P — это вероятность нулевого исхода. Вот некое маленькое число, одна тысячная. Натуральный логарифм от этого числа равен минус 6,91. Увеличиваю отношение вероятности, довожу его до тысячи. Тогда логарифм от такого отношения вероятностей равен 6,91. Знак поменялся. Через ноль логарифм проходит, когда отношение вероятностей равно единице. Когда такое возможно? Когда вероятность единичного исхода и вероятность нулевого исхода равны. Тогда при их делении получается единица. А логарифм, любой, не только натуральный, но и натуральный в том числе, будет равен нулю. Если попробовать графически представить эту зависимость, то вот так сделать не получится. Опять же, в силу того, что Excel не умеет отражать правильно расстояние для неравных интервалов. Очевидно, что здесь должно быть расстояние больше, чем здесь. И тем более, чем здесь. То есть вот это расстояние самое маленькое. Это побольше, это еще больше. И здесь дальше идет увеличение. Чтобы в цели корректно отразить. Пришлось взять очень многое. Значений, отстоящих друг от друга на одну тысячную. И только тогда удалось построить правильный график. Когда отношение вероятностей меньше единицы, натуральный логарифм уходит в отрицательную область. В минус бесконечности. Когда отношение вероятности равно единице, логарифм равен нулю. И, наконец, когда отношение вероятностей больше единицы, логарифм положительный уходит в плюс бесконечность. Таким образом, получается, что логид — это как раз функция от вероятности, которая при этом изменяется от минус бесконечности до плюс бесконечности, что и требовалось. Такую функцию удобно моделировать обычным линейным регрессионным уравнением. Тогда линейное регрессионное уравнение превращается в уравнение логистической регрессии. Логид равняется некоторому многочлену, состоящему из уксов, их коэффициент и констант. На основании иксов и коэффициентов рассчитывается конкретное значение логида. Дальше, на основании логида рассчитывается значение P. P — это вероятность единичного значения Y. Дальше, на основании P рассчитывается, какое значение примет Y — единичное или нулевое. Тогда в нашем кейсе уравнение примет вид логид равняется константа плюс коэффициент, умноженный на год выпуска, смещенный в ноль. Зачем нужно смещать в ноль, я рассказал в видео про линейную регрессию. Ссылка на видео есть в описании. Дальше, коэффициент, умноженный на количество пользователей, поставивших оценку — это переменная, которая в линейной регрессии была зависимой. Коэффициент на количество рецензий критиков, коэффициент на количество наград, коэффициент на количество номинаций и еще два XI решил добавить новых, которых не было в линейной регрессии. Количество пользовательских рецензий и пользовательский рейтинг, смещенный в ноль. Пользовательский рейтинг изменяется в диапазоне от 1 до 10 может быть не может поэтому его тоже сместил 0 на основании иксов рассчитывается логит на основании логита рассчитывается вероятность наличие у фильма рейтинг критиков на основании этой вероятности делается вывод о том есть ли у конкретного фильма рейтинг или его нет строю графики иксов графики тех иксов которые участвовали в линейной регрессии строить не буду можно посмотреть их в видео про линейную регрессию построю графики количество пользовательских лицензий переношу направо наверх и пользовательского рейтинга справа выбираю plots убираю stem and leave запрашиваю гистограмму continue гистограмма пользовательских рецензий смещена область низких значений область нуля разброс небольшой есть много выбросов не очень хорошо для регрессии и напротив пользовательский рейтинг распределен довольно симметрично хотя некоторые смещенность заметно разброс большой подозрительные значения есть что немного порст картину рассмотрю графики зависимости y от иксов графс чат билдов ok скатер дот перетаскиваю направо наверх зависимые перемены наличие у фильма рейтинга критиков независимые перемены по очереди сначала год выпуска абсолютно не информативный график поскольку y бинарный наблюдаем всего две дорожки попробую заменить вылез на релевантную меру центральной тенденции поскольку переменная бинарная то релевантно заменить на моду раз чат билдер value меняю на моду apply ok для любого года выпуска модальным является значение 0 то есть нет рейтинга это говорит о том что год либо вообще не влияет на наличие у фильма рейтинга либо влияет очень слабо строя следующие графики на всех остальных графиках сразу выставлял моду y остается одним и темы меняются иксы как видно количество пользователей поставивших оценку скорее всего влияет на наличие фильма рейтинга фильмы у которых мало пользовательских оценок получают то так то так зато фильмы у которых много пользовательских оценок имеет рейтинг даже история с количеством рецензий фильмы у которых мало рецензий критиков не имеют рейтинга от критиков те фильмы у которых много рецензий критиков имеют рейтинг критиков количество наград демонстрирует переменную тенденцию фильмы у которых нет или очень мало наград не имеют рейтинга фильмы у которых побольше наград имеют рейтинг массе своей потом снова встречаются фильма у которых нет рейтинга хотя наград довольно много и потом восстанавливается преобладание фильмов у которых есть рейтинг количество номинаций демонстрирует перемену тенденции только в одном случае наверное можно считать это выбросами из общего тренда количество пользовательских рецензий тоже влияет судя по графику мало рецензий нет рейтинга много рецензий есть рейтинг и пользовательский рейтинг как ни странно судя по графику не влияет на наличие у фильма рейтинга критиков сколько бы у фильма не было баллов полученных от пользователей критики не обращают внимание на эти фильмы не ставят им свой рейтинг рассмотренные графики выражают парные связи между каждым из иксов и игреком поскольку я хочу посмотреть на влияние иксов на игрек совокупности во-первых и узнать насколько меняется вероятность наличию фильма рейтинга от критиков зависимости от сочетания значений иксов я прибегаю к регрессионному моделированию и как я обосновал раньше самым конвенциональным вариантом будет прибегнуть именно к логистическому регрессионному моделированию зависимые переменные наличие фильма рейтинг критиков метаскор 2 иксы год выпуска смещенный в ноль запускаю Выдача логистической регрессии по умолчанию гораздо более насыщена, чем выдача линейной регрессии по списке. Во-первых, можно видеть, сколько наблюдений попало в активную, в рабочую выборку. Те наблюдения, у которых есть пропуски, не попали в рабочую выборку. Но таких наблюдений в нашем кейсе ноль. Очень важно посмотреть на табличку с кодировкой. Бывает, компьютер меняет нули и единицы местами. В нашем случае этого не произошло. Единица как была, так и осталась. И она соответствует ситуации наличия у фильма рейтинга критика. Ноль как был, так и осталась. И соответствует ситуации отсутствия у фильма рейтинга критиков. Дальше следует блок ноль. Это блок, который показывает, как выглядела бы модель, в которой есть только константы и нет эксов. То есть все уравнение логистической регрессии в блоке ноль звучит, как логит равняется минус 1,751. Как проинтерпретировать такое уравнение и посчитать вероятность? Копирую табличку вот цель. Если логит равен минус 1,751, то чему равно отношение вероятности? Можно применить операцию потенцирования к этому числу. Другими словами, взять экспоненту от данного числа. 0,17 и так далее. Такое же число записано в последней ячейке. Потому что в СПССе потенцированная величина сразу уборется в таблице, что удобно. Другими словами, отношение вероятности наличия фильма рейтинга к вероятности отсутствия фильма рейтинга равняется 0,174. Это число меньше единицы, значит числитель меньше, чем знаменатель. Значит вероятность наличия у фильма рейтинга, согласно этой модели, ниже, чем вероятность отсутствия фильма рейтинга. Чем же конкретно равна эта вероятность? Если П разделить на единица минус П равняется 0,174, то перенеся знаменатель из левой части направо, мы можем записать, что П равняется 0,174 умножить на единице минус П. П равняется 0,174 минус 0,174 П. Переношу П справа налево. 1,174 П равняется 0,174. И, наконец, П равняется 0,174 разделить на 1,174. Таким образом, вероятность наличия у фильма рейтинга критиков, согласно полученной модели, равняется, если округлить 0,154. Следовательно, вероятность отсутствия у фильма рейтинга критиков равняется округленно 0,85. Зачем нужна модель без иксов? Она нужна в качестве базовой. С ней сравнивается модель с иксами. И если модель с иксами лучше, чем модель без иксов, то, конечно же, используется модель с иксами. Возвращаясь в output. Сразу же над табличкой с константой есть табличка, которая называется Classification Table, или таблица классификации. И она показывает, какая доля значения y предсказана правильно, согласно имеющейся модели с одной константой. По строчкам идут реальные 0, 1, то есть реальные значения y. Нолик в реальности встречается 33 811 раз. Единичка встречается 5868 раз. По столбцам идут предсказанные значения. Наша модель записала все наблюдения, все фильмы в нолик. То есть, согласно построенной модели, у всех фильмов нет рейтинга. Конечно, в такой ситуации модель правильно предсказала все нолики и неправильно предсказала все единички. Идеальная ситуация, когда числа отличные от нуля находятся здесь и здесь, а здесь и здесь находятся нули. Это идеальная ситуация. У нас не идеальная ситуация. В нашем случае модель 100% предсказала нолики и на 0% предсказала единички. Казалось бы, в среднем получается 85% правильных прогнозов. Это вроде же много, но особенность интерпретации классификейшн тейбл состоит в том, что смотреть нужно на правильность прогноза менее наполненной категории. В нашем кейсе менее наполненная категория это наличие у фильма рейтинга. Эта ситуация встречается всего лишь в 5868 случаях. Если посмотреть на барчарт для Y, есть рейтинг, нет рейтинга. Наличие рейтинга встречается гораздо реже, чем отсутствие рейтинга. Почему в классификейшн тейбл важно смотреть на предсказания не наполненной категории? Представим себе такую задачу. У нас есть выборка из всех фильмов. Мы смотрим в этой выборке какая мода. То есть у большинства фильмов есть рейтинг критиков или его нет. Видим, что мода это отсутствие рейтинга критиков. На основании этой моды мы можем сделать прогноз на всю генеральную совокупность. То есть на все фильмы. какой это будет прогноз? Что у всех фильмов нет рейтинга критиков. Будет ли этот прогноз точный? Конечно, он не будет достаточно точный. Если пропорции этого графика можно распространить на всю генеральную совокупность, то делая модальный прогноз, то есть прогнозируя для всех фильмов когда-либо снятых в мире отсутствие рейтинга критиков мы будем правы примерно в 80% случаев и не правы примерно в 20% случаев только на основании модального прогноза. Именно модальный прогноз по сути демонстрирует модель из блока 0. Модель, в которой есть константа. модель без привлечения иксов. Привлечение иксов нужно, чтобы исправить ситуацию с прогнозом ненаполненной категории. В нашем случае это рейтинг критиков. Переходим к модели, в которую добавлены иксы. Табличка с коэффициентами регрессионными, видно, что 2 икса незначимы для 95% доверительного интервала. Поэтому следует их удалить. Кроме того, видно, что ситуация с прогнозом ненаполненной категории стала гораздо лучше. Было 0 правильных прогнозов, стало 62,8 правильных прогнозов. Кроме того, здесь есть еще две важных таблички. Это Model Summary и Omnibus Test. В Omnibus Test используется критерий х2. Критерий х2 сравнивает имеющиеся значения и предсказанные. В данном случае происходит следующее. для нулевой модели сравнивается реальный у и предсказанный у и рассчитывает х2. Для единичной модели сравнивается реальный и предсказанный у и рассчитывает еще один х2. И дальше между ними рассчитывается разница между двумя х2. И оценивается, эта разница значима или незначима. В нашем случае она значима. Сигнификанс меньше 0,05. Причем здесь три строчки. В них одинаковые числа. Если вручную добавлять и удалять иксы, не пользоваться алгоритмом пошаговой регрессии, то они всегда и будут совпадать. Эти числа показывают, еще раз, что модель с иксами дает лучшее предсказание у, чем модель без иксов. Значимо лучше, судя по последнему столбцу. Но хотелось бы еще узнать, а насколько хорошо предсказывается у моделью с иксами? Об этом рассказывает следующая табличка. Model Summary. У хи-квадрата есть аналог. Он называется метод максимизации правдоподобия. его расчет похож на расчет хи-квадрата, только вместо разницы берется отношение, к которому применяется логарифм. Эта величина изменяется от нуля до плюс бесконечности. Идеально, когда это число равно нулю. Если оно равно нулю, то модель идеально предсказывает значение у. В этой величине нет верхней границы. Поэтому понять, насколько плохо моя модель с иксами предсказывает y, я не могу. Я могу понять, что не идеально. Но насколько не идеально, я не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, придуманы псевдо-р-квадраты. Их формулы совсем другие, чем у привычного р-квадрата. Здесь не делится межгрупповая вариация на общую вариацию y. Нет. Здесь просто нормируется величина максимизации правдоподобия. Причем даже в этой табличке есть два разных псевдо-р-квадрата. А вообще псевдо-р-квадратов очень много. Если выбирать из этих двух псевдо-р-квадратов, то лучше выбрать второй. Потому что он изменяется в диапазоне от нуля до единицы. Как и оригинальный р-квадрат. И он показывает, насколько успешно предсказана ненаполненная категория. В нашем случае единичная категория y. Наличие рейтинга критиков. В таблице мы видим, что точность предсказания ненаполненной категории 63% если округлить. И примерно такая же величина в ячейке псевдо-р-квадрата на гелькерке. Да, они в данном случае практически совпали. Но исследования показывают, что табличка классификации менее устойчива, чем псевдо-р-квадрат на гелькерке. Поэтому на другой выборке из той же подвыборки процент правильных прогнозов в табличке классификации мог бы сильно измениться. А псевдо-р-квадрат на гелькерке остался бы около 63%. Поэтому я больше доверяю псевдо-р-квадрату на гелькерке, нежели процентам классификационной таблицы. Прежде чем интерпретировать модель, следует избавиться от незначимых иксов. Причем желательно удалять незначимые иксы по одному. Начну с того икса, который самый незначимый. Количество рецензий пользователей. Перезапускаю регрессионную модель без этого икса. Сразу перехожу к модели с иксами. Количество наград все еще незначимо, потому что сигнификанс больше 500. Перезапускаю логистическую регрессию. Убираю количество наград. Теперь все иксы значимы. Точность классификации не упала. Псевдор р-квадрат на гелькерке не упал. Но прежде чем переходить к интерпретации модели, чуть не забыл проверить ее по критериям качества. Во-первых, мультиклинеарность. Analyze. Крилл и биварит. беру Y и оставшиеся модели иксы. Вижу, что количество пользователей, поставивших оценку, сильно коррелирует с количеством лицензий-критиков. Одну из этих переменных я должен исключить. количество пользователей, поставивших оценку, коррелирует с Y на 0,364. А количество лицензий коррелирует с Y на 0,627. Поэтому я выберу количество лицензий-критиков, а количество пользователей, поставивших оценку, удалю. перезапускаю логистическую регрессию. Выбираю переменную vote. И поскольку это последний запуск, сохраняю переменную с остатками. Выбираю стандартайз. continue. Оставшиеся X значимы. Точность прогноза не упала. Мультиклинеарности здесь нет. Посмотрю распределение остатков. Analyze и скрипит статистикс. Explore. Убираю X выбираю остатки, а не в самом конце. Помещаю dependent list. Запускаю. Подавляющее большинство остатков концентрируется в районе нуля. Другими словами, для большинства фильмов разница между реальными предсказанными значениями Y незначима. И рассмотрю гомоскедостичность моей модели. Во-первых, линейная гомоскедостичность. Воспользуюсь для этого вспомогательной линейной регрессией. Зависимые переменные это остатки. Независимые это те же самые иксы, которые остались значимыми в моей модели. Запускаю. R-квадрат очень маленький, но значимый. Если детализировать, то оказывается, что переменное количество лицензий критиков слабо, но влияет. на вариацию остатков. Посмотрим, как это выглядит на графике. На O-SY я помещаю переменную с остатками. На O-SY количество рецензий критиков. Вместо моды ставлю теперь среднюю. эти кружочки как раз и формируют связь. Действительно странная картина, и она требует детального изучения. Но все-таки в массе своей остатки расположились горизонтально и не варьируют. поэтому я бы сказал, что в целом моя модель линейно гомоскедостична даже по переменной количеству рецензий критиков. учитывая, что коэффициент и в абсолютных значениях и очищенный от масштаба очень маленький, хоть и значимый. Теперь посмотрю монотонную гомоскедостичность. Nelize, Correlate, Evaried, убираю отсюда Y, добавляю сюда переменную с остатками и убираю отсюда количество пользователей, поставивших оценку. Меняю критерии коэффициент корреляции Пирсона на коэффициент ранговой корреляции с Пирмана. Смотрю столбик с остатками. Есть умеренные корреляции с эксами. То есть уже монотонно моя модель гетероскедостична. И наверняка криволинейно она тоже будет гетероскедостична. Nelize, General Linear Model, Univariate, зависимая переменная с остатками, Fixed Factors, X, захожу в Model, выбираю Custom, выбираю все четыре икса, и как главные эффекты отправляю их направо. Запускаю. вот здесь довольно большой квадрат и два икса, снова количество рецензий, а также количество номинаций значимое. Кривление на ситуации оказалось довольно тревожным. то есть точность прогноза Y разная для разных значений количества рецензий, критиков и для разных значений количества номинаций. Неустойчивая точность прогноза, к сожалению. Теперь перехожу к интерпретации модели, отдавая себе отчет в том, что точность ее прогноза по двум иксам варьирует. Копирую таблицу с коэффициентами и вставляю в Excel. Как обычно, начиная с константы. Константа значимая и отрицательная. Раз она отрицательная, значит, она работает в кавычках в пользу не единичного значения Y, а нулевого. И действительно, экспонента в степени константы равняется четырнадцатьтысячных. Повторяя расчеты, произведенные ранее, можно найти, что вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков, равняется одному проценту. Соответственно, вероятность того, что у фильма нет рейтинга критиков, единица минус одна сотая, то есть девяносто девять процентов. Это базовая ситуация. Это фильмы, вышедшие в 2007 году, у которых нет рецензий критиков, нет номинаций и минимальный пользовательский рейтинг. Все иксы имеют положительные коэффициенты, то есть влияют в пользу единичного значения y, то есть в пользу появления у фильма рейтинга критиков. Сильнее всего действует в пользу появлению фильма рейтинга критиков наличие у фильма пользовательского рейтинга, как ни странно, противоречит тому, что видели на графике. Допустим, у фильма максимально возможный пользовательский рейтинг. Это 10, но с учетом смещения в ноль это 9. Я умножаю 9 на соответствующий коэффициент. Прибавляю константу. Получаю число минус 3, 22, если округлить. Получается, что фильмы с такими же характеристиками, как в референтной группе, за исключением того, что у них максимальный пользовательский рейтинг, все равно имеют отрицательную величину логита. Отрицательный логит говорит о том, что преобладает все равно нулевое значение у. Посчитаем вероятности. теперь надо взять экспонент в степени минус 3, 22 равняется эксп от минус 3, 22. Это 4 сотых. Подставляю ее в формулу расчета вероятности. Получается 4 сотых. 4 сотых вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков. и 96 сотых, что у фильма нет рейтинга критиков. Попробуем усилить позитивную тенденцию для фильма. Предположим, что фильм вышел в 2017 году. 2017 год. С учетом смещения в ноль это 10. Получается 10 умножить на коэффициент относящийся к году выпуска. Прибавить максимально возможный пользовательский рейтинг и прибавить константу. Минус 2,47. Все еще минус. Потенцирую эту величину. Получаю 0,08. Подставляю в формулу расчета вероятности. 0,08 вероятность того, что у фильма будет рейтинг критиков и 0,92 что не будет. Добавлю количество лицензий критиков. Допустим, у фильма 100 лицензий критиков. 100 лицензий критиков в 0 не смещалось, поэтому 100 осталось. Тогда 100 умножить на коэффициент прибавить остальные задействованные иксы и константу. Наконец-то положительное значение. Потенцирую его. 105. Теперь вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков 99%. Ситуация поменялась кардинально. То есть речь идет о фильмах, вышедших в 2017 году, у которых 100 лицензий критиков, максимальный пользовательский рейтинг и 0 номинаций. Все еще 0 номинаций. Если добавить номинации, очевидно, вероятность единичного значения Y достигнет еще больше величины. Она, конечно, не может стать больше единицы, но она еще ближе станет к единице. Допустим, я хочу найти фильмы, для которых вероятность иметь и не иметь рейтинг критиков 50-50. 50 на 50. Попробую. Попробую сократить число рецензий критиков до 50. тогда логит будет равен единице. Это все еще много. Мне нужен логит равный нулю, поэтому еще сокращаю. логит 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 ушел в минус. слишком сильно я сдвинул. Попробую 35. То, что надо. Фильмы, вышедшие в 2017 году, у которых 35 рецензий критиков, максимальный пользовательский рейтинг и ни одной номинации на престижные награды, имеет вероятность получить или не получить рейтинг критиков примерно 50 на 50. В следующем видео покажу, как включить эффективные переменные и эффекты взаимодействия в логистическую прогрессионную модель.